О, корова настоящая лежит, такая большая. Корова! Она такая, как Милка, Милка. Боже, мне кажется, сейчас меня отошлют. Да, действительно, на меня уже начали смотреть, палить, палить стрёмно. Корова настоящая такая лежит, как собака в траве. Вот это да! Круто, круто, круто. По роже, по роже, по роже. О, какие у нее роги! Как она хвостом шевелит, шевелит. Мама, мама! Интересно, интересно, наверное, если встанет, она ей в палубу будет за мной бежать, да, я думаю? Она, наверное, не поднимется. Корова настоящая! Фу, сколько на ней мух! Мама, мама! Я в шоке. Боже, она думает, что я дура. Не только ты одна так думаешь. Боже, да я хоть на тебя понаблюдаю, как собака. Мне кажется, если я палку кину, то она за ней побежит. А тут картина Репина. Я никогда не видела маленького коненка. Смотрите, и корова. Корова, как она смотрит, стремно, дура. Корова. Ну, мое, мое. Пастух ее идет, что-то мне как лопата двинется, что я снимаю. Тут пиздинаю корову. Корова реально, она как-то стремно себя ведет. Она как-то что-то непонятное место. Смотрите, маленький коненок. Коненок! Я никогда не видела маленьких коненков. Боже, он такой классный. На него реально, наверное, я не смогла бы залезть. То есть, наверное, нельзя было бы. Хотя, я думаю, 47 килограмм он, наверное, удержал бы. Как его знать, интересно, он выше меня рост на малинетке. Блин, это так круто, маленький коненок. Я их никогда не видела. Я бы его хотела пофоткать. Я бы его хотела пофоткать. Ближе, если бы можно было подойти и спросить. Я бы хотела их всех сейчас пофоткать. Блин, это так круто было бы. Фотки такие иметь. Я, наверное, сейчас подойду к этому пастуху и спрошу, а можно пофотографировать маленького коненка? Блин, никогда в жизни не видел маленьких коненков. Он как маленькая собака. Как добровольный пилосом. Какой-то у него ножки такие маленькие, худенькие. О, как у этого коня в мультике, в мультике такой конь, конь бегал, горбунек какой-то там, маленький такой дебильный. И вот такой какой-то, блин, это круто, не гладила коней. А еще у коровы тут нету, буренка. Блин, ну я хотела бы пофоткать. Нельзя пофоткать, черт. И пастух уехал. Теперь ни у кого-кого спросить, а если я подойду, еще непонятно какая там цель. Вдруг они как на меня все налетят, почему они так далеко находятся? Почему у меня такой объектив, портретник, блин, я бы сейчас взяла бы нормальный кадр. Ой, как он подпрыгнул, дурочек. Боже, он даже ходить походу не умеет, у него ноги какие-то, я не послушаю это его. Боже, он такой худой, такой дрыщ. Блин, не хочу пофоткать, но я боюсь эту конченую корову. Непонятно, как у него расстояние цепить, сука. И боюсь этих коней, они же кончены, если они меня убьют. Я бы этого маленького конченка бы спиздила, но мне хватило тележки с караваном нахер. За это я точно потяну голода, если спиздить у этого коня. Вот, наконец, я уже пришла на дачу. Правда, вот ключи от калетки не нашлось. И мне, к сожалению, пришлось перелазить здесь этот забор. Но я его перелезла. Смотрю, Оксана, тут цветочки всякие. Красивые. Ну, конечно, они уже все погибали. Смотри, у меня. О, Господи, как я тут хорошо тут все-таки. О, тут сделали даже будку для этих гибелоидов. Разбитый гречек, боже, искусство. О, как прикольно сделали из бутылок. Типа оградку. О-о-о. Ну да, так нормально, креативненько, креативненько. Ты сколько Оксана выпила бутылок пива? Для чего это? Тюпанчику жалко, конечно. Он может пополевать их как-то. Поним, что они все повмирали. Красивые такие. Да, надо реально пополевать цветочки, потому что им уже жопа. Этого дебелоида я тоже помню. Ну, хорошо здесь, хорошо. Правда, я зашла тут сразу же жабы, начали кавакать непонятно откуда. Они, может быть, и не оттуда. Вряд ли. Вот это самое страшное, чтобы тут где-то змея не проползла. Или всякие вот эти ежи, харьки, чтобы я туда не кричала на все тут. Потому что тут рядом люди, которые поселились. Чтобы я не слышала этого моего позора. Вишня уже, к сожалению, попадала. А что это такое, не могу понять. Фейерверки какие-то на дереве. Что за праздники? Непонятно, непонятно. Как жалко, малины нету, малины нет. Нет. Продолжение следует...